В Мурманске дали старт Всероссийскому форуму «Педагоги России. Инновации в образовании». Площадкой события стал Мурманский Арктический государственный университет. Ожидается, что в течение двух дней форум посетят полторы тысячи педагогов. Форум «Педагоги России» существует уже семь лет. Однако в Мурманской области он проводится впервые. Чтобы поделиться с заполярными коллегами инновационными разработками в методах преподавания, в Арктический университет приехали спикеры из 20 субъектов страны. Это те люди, которые в системе образования сделали какие-то интересные проекты, которые можно взять, положить в карман и завтра сделать это у себя в детском саду или сделать это у себя в школе. И я всегда говорю на форуме, что нам очень важно не превратиться в зал прозаседавшихся, а действительно принести готовые практики в свою образовательную организацию. В рамках форума проходят лекции, тренинги и интерактивные мастер-классы. Педагоги знакомятся с инклюзивными технологиями и цифровизацией образовательного процесса. Программа форума рассчитана на два дня. Первый день для педагогов дошкольных учреждений, а второй для учителей школ и колледжей. Здесь будут уникальные технологии сегодня представлены. Особенно мы делаем акцент на работу с детьми ОВЗ. Инклюзия, вы знаете, вошла в нашу жизнь очень прочно. И в этом смысле она реализует идею того же Каменского, который когда-то говорил, что обучать надо всех, всему. Сегодня дети с ограниченными возможностями здоровья учатся наравне с остальными. Это стало возможным благодаря введению новых технологий. Например, участники форума, гости из Москвы Светлана Васильева и Майя Антошина, знакомят мурманских педагогов с оборудованием для слепых и слабовидящих. Для обучения маленьких детей есть специальная нагревающая бумага, которая делает изображение объемным. А есть и брайлевские компьютеры для незрячих школьников и студентов. На форуме у нас будет мастер-класс, который мы рассказываем о рабочих местах, в школах, в среднеспециальных учебных заведениях, как обустроить рабочее место для учащегося с потерей зрения, либо с частичной потерей зрения. Кроме того, скоро в Мурманской области запустят проект «Единая промышленная карта». Это программа интерактивных профориентационных уроков о российских предприятиях. В прошлом году по ней обучились полмиллиона детей. А теперь карта бесплатно станет доступна мурманским педагогам и учащимся.